Американский английский язык это не только язык, но это еще и целая культура. И, конечно, все люди разные, но в этом видео я бы хотел вам дать очень грубое обобщение того, что американцы говорят, против того, что они действительно имеют в виду. Поэтому, если вам интересно, продолжайте смотреть. Как я уже сказал, disclaimer, все люди разные. Вещи, о которых я буду говорить сейчас в этом видео, они больше применимы к людям, которые живут в больших населенных городах. Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Атланта или Хьюстон. В общем, большие города, как это называется, мегаполисы. И то это не ко всем применимо, но в американской культуре есть такие вещи. Когда незнакомый человек на улице или просто незнакомый человек, или человек, которого вы плохо знаете, но вы с этим человеком знакомы, спрашивает у вас, how are you? Это не значит, как дела. Это значит, я уже сказал привет, и мне больше нечего сказать, поэтому, how are you? И самый идеальный, нейтральный ответ это либо good and you, или great, how are you? How are you? Great, you? И все. Это неоткрытое приглашение, изливать душу и рассказывать про все проблемы. Особенно, когда вы идете с человеком вот так вот, вот, на встречу друг к другу, и проходите мимо друг друга, и вы знаете этого человека в принципе, но у вас не такие близкие отношения, может это сосед, может это, ну, кто-то, кого вы знаете или видели несколько раз, вы просто скажете, hey, how are you? Good and you? Good. И все, и вы уже на этот момент, уже все, прошли и пошли дальше по своим делам. Большинство этих вещей, о которых я буду говорить в этом видео, неприменимы к близким друзьям или хорошим друзьям. Мы про слово друг тоже поговорим, но в любом случае, конечно же, если это человек, с кем вы общаетесь очень честно, и рассказываете все секреты, и делитесь всем, aka ваш лучший или хороший друг, естественно, все будет по-другому. Но, если американец говорит, I'm doing great, это не значит, что у меня все отлично, прекрасно, это просто значит, все ок, у меня все нормально. I'm doing great. И если американец вдруг говорит, I'm doing fine, это значит, у меня дела не очень. У слова fine в большинстве контекстов есть такая особенность, типа, how are you fine? То есть, что-то в этом, хоть и перевод этого слова, что все нормально, все равно в этом слове есть какой-то подтекст или подтон чего-то неоднозначного, негативного и, ну, не совсем такого прямолинейно хорошего. I'm doing fine. Но, когда американец говорит, I'm doing okay, это все, это трагедия, все очень-очень плохо. I'm doing okay, sort of. Это мои самые два любимых. Когда американец говорит, yeah, no, это значит просто нет. Yeah, no, no. И когда американец говорит, no, yeah, это значит, yes, да. No, yeah. Возможно, я славлюсь сейчас за это хейта, но я переехал в Америку в молодом возрасте, мне было 17 лет, и я люблю говорить всегда, что я вырос в России, конечно же, но я приехал сюда ребенком, и уже до взрослого человека я вырос и воспитался здесь. Поэтому, когда я говорю в нашей культуре, я имею в виду здесь, в Америке. В нашей культуре у нас принято в некоторых ситуациях немножко преувеличивать. Я, если честно, не знаю почему, и я не знаю, с чем это связано, но это просто какое-то неписанное правило. Мы очень любим преувеличивать и завышать наши эмоции или эмоциональную реакцию на что-то. Это то, что считается вежливым, и это то, что другим людям нравится. Я вам сейчас дам более конкретный пример. Когда американец говорит It's amazing, чаще всего это будет значить, что это просто хорошо. It's good. Не обязательно amazing. It's amazing. И с любым прилагательным очень высокого эмоционального тона это тоже можно сделать. Awesome, it's awesome, it's fabulous, it's incredible. Все, в принципе, в некоторых ситуациях будет сводиться к тому, что это просто хорошо. It's incredible. Или, например, It was literally insane. Это слегка меня удивило. Это не было буквально безумием. It was literally insane. Это было удивительно. Чаще всего это слегка было удивительно. Это было удивительно. Теперь личные отношения. Бывает, что в разговоре идет разговор, заходит о каком-то другом человеке, и вы знаете этого человека. Вы не друзья. Вы пару раз пересекались, пару раз обменивались какими-то словами, и все. На этом ваши отношения как бы... Этим ваши отношения ограничиваются. Но когда вы слышите от кого-то другого имя этого человека, и вы знаете этого человека, часто очень люди говорят Oh, Jessica? Yeah, I love her. И это значит, ну, она... Она нормальная. Типа, у меня к ней нет претензий, она нормальный человек. Oh, I love her. Или, oh, James? He is great. Это значит тоже, у меня к нему нет никаких претензий, он нормальный человек, но как бы... Я не чувствую ничего к нему абсолютно. То есть у меня нет и неположительных отзывов, и неотрицательных отзывов. He is great. He is a great, great guy. That's interesting. That's very interesting. My friend. Мы очень любим преувеличивать со словом friend, так как в Америке мы особо... Ну, это слово актуальное, acquaintance, знакомый, но мы особо... У нас его нет в обиходе настолько часто, насколько оно должно быть на самом деле. Поэтому все знакомые, они автоматически my friend всегда. И, по крайней мере, в Лос-Анджелесе так делают очень много людей. Даже я сам иногда. My friend. My friend. У нас есть другие слова, которыми мы называем друзей, потому что у нас либо есть знакомые, либо очень-очень близкие хорошие друзья. И здесь это будет my best friend, конечно же. Да, my best friend. Это слово тоже, конечно, оверюзают иногда. Оверюзают, смотрите. Это слово тоже много, слишком много используют иногда и в неправильном контексте. В плане того, что my best friend это не просто мой лучший друг, а знакомый, с которым просто, ну, вот так получилось, что я провожу много времени. Или это мой знакомый. Мы, возможно, не видимся часто и вообще не проводим время вместе, но мы очень много соглашаемся в чем. И у нас похожие точки зрения или одинаковые точки зрения нам множество вещей. My best friend. My best friend. Но для меня все мои лучшие друзья это my family. Я могу своего лучшего друга назвать my brother. Вообще легко. He's my brother from a different mother. И это немножко другое, но слово friend само очень, конечно, it gets misused. Just a little bit. Опять про преувеличение, когда американец, он говорит Yeah, definitely. Чаще всего это, возможно, будет значить probably. Скорее всего. То есть не точно, а скорее всего. Definitely, definitely. Вот это очень интересно, очень интересный культурный, социальный код. Опять-таки, это применимо недалеко не ко всем и это чаще всего люди будут видеть и в больших городах, но Let's hang out sometime. Давай проведем время вместе когда-нибудь. Let's hang out sometime. Это значит, что, ну, как бы, ты мне симпатизируешь, но, ну, я не готов быть твоим другом. Особенно, когда вы прощаетесь. Bye, bye. Let's hang out sometime. Yeah, totally. Let's do it. Это значит, ты хороший человек, ты мне симпатизируешь, ты мне нравишься, но, скорее всего, мы никогда больше не увидимся. Но, если вам американец говорит Let's get coffee sometime, это уже более серьезно. То есть, да, пока, но, возможно, мы еще увидимся. Let's get coffee sometime. Could we get a cup of coffee sometime? Ну, а если вас приглашают на ужин и говорят Let's get dinner sometime, то это, это, это серьезно. То есть, да, я считаю тебя другом или я хочу быть твоим другом, и, ну, это прям серьезное намерение. Ужин, это серьезно. На обед, на кофе, это не очень. Let's hang out sometime. Это вообще не конкретно, это вообще, это так, знаете, пустые слова, но dinner, к этому люди относятся серьезно. You should all go get dinner sometime. Когда американец говорит Give me a second, это, скорее всего, значит, минут 10, может быть. Give me a second. А когда американец говорит Give me a minute, это, ну, полчасика, может быть. Give me a minute. Когда американец говорит It took forever. Это чаще всего значит, нет, это заняло, в принципе, адекватное, обычное количество времени, как оно и должно было быть. Я просто был очень нетерпелив. It took forever. It was sweet, but it took forever. Ну и последнее преувеличение. Миллиард. A billion. Например, He gave me a billion reasons why he couldn't make it. А на самом деле, он просто назвал три причины, может быть. Ну, опять-таки, это просто, мы утрируем и хотим подчеркнуть то, что, ну, он хоть дал всего три причины, но это было намного больше, чем мне было нужно. We are not moving to Chicago for like a billion reasons. Поэтому вот, видите, в американском, английском у всех вещей есть свои какие-то причины и культурные, социальные подтексты и тона. И я всегда говорю, если вы учите язык, вы должны учить культуру этого языка, потому что культура очень сильно влияет на то, как язык строится и как языком пользуется. Специально перед летом при покупке курса по вашему уровню от elementary до intermediate или от intermediate до advanced со всеми уроками, где простым языком все объясняется, с домашками, с тестами, другими разными приятными вещами, которые вы получаете еще вдобавок. Ох, не могу это поверить, вы еще получаете сверху к этому всему трехмесячный доступ к нашему speaking club. Очень прикольный формат. Сначала вы созваниваете с большой группой и потом вас разбивают на маленькие группы. Очень удобно, у вас достаточно времени для того, чтобы действительно каждый высказал свою точку зрения, вы друг друга что-то поспрашивали, то есть возможностей миллион. У нас было двое в группе, у меня была девушка из Эквадора, тоже очень прикольно, что вы слышите разные акценты, и можете познакомиться с людьми из разных стран и обменяться каким-то опытом. Вообще просто интересно общаться. И еще пособие, в зависимости от уровня. Если вы записываетесь от beginner до elementary, вы получаете плюс 300 английских слов по выражению, плюс 3 месяца speaking club. Если вы записываетесь на от elementary до intermediate, то вы получаете английский как стиль жизни, плюс 3 месяца speaking club. Если вы записываетесь на от intermediate до advanced, то вы получаете 3000 слов для intermediate, плюс 3 месяца speaking club. А если вы записываетесь на от advanced до proficiency, то, боже мой, вы получаете продвинутая грамматика простым языком пособия, плюс 3 в месяц и speaking club. Я уже представляю, какой скачок у вас будет в английском языке за лето. Ох уж эти американцы, не могут они напрямую говорить, что они имеют в виду. Ладно, это шутка, конечно, они могут, но не все. И вообще, это на самом деле стереотип, правдивый, но стереотип. Сегодня мы будем с вами переводить, что американцы говорят, против того, что они на самом деле имеют в виду. Начнем мы с you're so funny. Или that's really funny. Это как бы, нет, это не было смешно, но я больше не знаю, что сказать. Еще люди это говорят, когда им неловко, в неловких ситуациях, когда, ну, в принципе, нечего сказать. You're so funny. Или, например, вы ко мне подходите и мне что-то говорите, и я говорю, Интересно. Это не отвлекай меня, оставь меня в покое. Мне все равно. Интересно. 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 Неважно, с каким тоном, это может как раз таки это означать. Оставь меня в покое. Мне все равно. Хорошо. Давайте в связи. Я думаю, с первой части вы уже знаете, что это значит. Или можете примерно представлять. Let's stay in touch. Значит, ну, это полная противоположность того, что я говорю, что нет, ничего не будет. Ты мне не пиши, я тебе не напишу. Ничего не будет. Просто все. Все. I'll stay in touch. Опять-таки, конечно, бывают моменты, когда кто-то вам говорит, let's stay in touch, и они это действительно имеют в виду. Но и с другой стороны тоже бывает. Вау, this is the best thing ever. Это значит, что прикольно, хорошо. Нормально, чуть лучше, чем хорошо. То есть, ну, отлично. This is the best thing that's ever happened. Йоу, this is the best party ever. Это значит, что, ну, мне относительно весело здесь. Моё самое любимое, это когда люди говорят о дистанции от одного места до другого, чтобы туда добраться. И говорят, о, that's really close. It's literally right here. И на самом деле до туда ехать 10 минут, а пешком час. Yeah, it's literally around the corner. Не верьте такому. Но опять-таки, это только в больших городах. Такое, я не знаю, насколько это распространено в небольших городах. Но в больших городах, да. It's literally right here. It's so close. Oh my God, we could walk there. Ну да. Really close значит 15-20 минут на машине. В Лос-Анджелес, по крайней мере, это называется really close. Опять-таки, люди бывают разные, но в целом так. That was epic. Epic, это значит чуть лучше, чем среднестатистическое. То есть, epic. What an epic movie. Он, ну, то есть, хороший. На хорошем уровне. It sounds epic. Awesome, значит, просто хороший. That was awesome. Это значит, это было хорошо. То есть, ну, чуть выше, чем удовлетворительно. Awesome. Fabulous. Это тоже самое, чуть выше, чем удовлетворительно. Ну, все. Fabulous. Wow, that was amazing. Это значит, неплохо. То есть, ну, нормально. На приличный уровень. Amazing. Oh my God, that was hilarious. That was hilarious. Это, это, неожиданно. Это было неожиданно, и я слегка приулкнулся, когда я это услышал. Hilarious. You're so hilarious, you're cracking me up. То есть, нет. Вам не нужно менять профессию и быть комиком. Нет. Особенно, если вы мужчина, и женщина вам такое говорит. Это вообще это не значит. Это просто флирт. Это не значит ничего. То есть, это, нет. Шутки у вас не смешные вообще. Вообще. Просто больше нечего сказать. That was challenging. What a challenging task. Это не значит, что это было сложное задание. Это просто мне было неохота, некогда, или неудобно это было делать. Это вообще не значит, что это было сложно. Это могло быть супер легко и могло быть сделано за 10 секунд, но просто мне было неохота. It's challenging. It means challenging. Oh yeah, for sure. For sure. Или, oh yeah, sure thing. Это значит, это значит, скорее всего. Это не значит прям, что точно. Это скорее всего. Hey, will you call me later? For sure. Это, я скорее всего не позвоню. А может, позвоню, кто знает. Это 50 на 50. For sure. For sure. Сейчас у нас действует крутая акция. Покупаешь два курса, получаешь один курс в подарок. Доступ дается на год, и через год вы свой английский ну совсем не узнаете. Какие есть варианты сетов? Смотрите, если вы совсем новичок, в ваш сет будет входить трехмесячный полный курс с нуля до базового уровня. Курс challenge от elementary до intermediate, и в подарок вы еще получите третий топовый курс от intermediate до advanced. Если вы уже знаете минимальную базу, то тогда вот так вот. Ваш сет входит от elementary до intermediate, intermediate до advanced, и в подарок вы можете получить либо от advanced до proficiency, либо чит-коды произношения. Тут вы можете выбрать сами. Ну и наконец-то третий сет включает в себя от intermediate до advanced, advanced до proficiency, и чит-коды произношения вы получаете в подарок. Поэтому пользуйтесь этим дилом, пока он еще существует. Ссылка на это все дело в описании. Сегодня в этом видео мы поговорим о пяти звуках в английском языке, которые имеют потенциал выдавать то, что вы носитель русского языка. И прежде чем мы начнем это видео, я не хочу ни в коем случае сказать вам, что вам нужно избавиться на 100% от вашего акцента, что это необходимо делать, по-другому никак. Нет, это видео не об этом, и это неправда. Конечно, если у вас есть цель, как когда-то было у меня, полностью избавиться от акцента, то, естественно, ради бога. Но если вам это не нужно, вам это не нужно. Но подчистить вашу речь, это тоже дело хорошее. Чтобы вас понимали, это, конечно, хорошо, чтобы вы всех понимали, это супер хорошо. Но самое главное, чтобы вам нравилось, как ваш английский звучит. Будем работать с вами вместе. Если вы готовы, давайте начинать. И первый звук это вот этот вот округленный звук А в таких словах, как spot, dot, a lot, pot или map, неважно. Ну, это прям очень специфический звук, как я уже сказал, его можно описать как округленный звук А. У нас есть звук О, который мы все знаем, О, он довольно-таки сжатый, губы трубочкой, О, да. Этот звук имеет ту же самую концепцию, ту же самую округленность, только он открытый. Это не О, это А, А, А. Он все-таки больше похож на А, нежели на О, А, А, А. Конечно же, нету одного какого-то супер единого произношения или методики в английском языке. Все произносят все по-разному. Это даже не региональная штука, это чисто индивидуальная штука. Кто-то может сказать spot, прям конкретно через А, я так говорю. Кто-то может произнести spot с округленным звуком. У всех все это разное. Dot или dat, как хотите. Но я считаю, оба варианта обязательно нужно знать. Но проблема заключается в том, что когда мы говорим об американском английском, здесь вот этого сжатого звука О не может существовать. В британском sure, в американском не в этом случае. То есть это будет spot или spot, но не sport, да, sport. Это будет dot, но не dot. Самое главное не уходить просто в О. Но естественно, если ваш самый любимый английский это британский, конечно же, ради бога. Следующая, это более универсальная штука, и это звук TH. Или звуки TH, потому что их два разных. Это, конечно же, глухой и, конечно же, звонкий. А самая главная ошибка, которую многие русскоязычные студенты английского языка допускают, это заменяют звуки TH на звуки SZ, или еще хуже, на звук F. Нет, это не еще хуже, оно все очень плохое. Звук TH по натуре своей очень простой, но то, что делает его сложным, это отсутствие чего-то подобного, полное отсутствие чего-то подобного в русском языке. Все, что вам нужно сделать каждый раз, когда у вас звук TH, это два простых действия. Номер один. Кончик языка чуть-чуть вытаскиваем между зубами. Вот так вот. Немного, чуть-чуть. И номер два. Выдуваем воздух в такой позиции. Это глухой TH, звонкий TH. Делается точно так же, только вы добавляете голосовые вибрации. TH, 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 TH. Старайтесь слишком много воздуха не давать, потому что у вас тогда язык будет вибиваться и с места. TH, 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 TH. Очень просто, очень нежно. Тем самым у нас получается THINK. THINK! THAT. THAT. THOUGH. Nice try, though. THROUGH. THROUGH and THROUGH. И все эти звуки, сто процентов случаев, делаются таким образом. Все, что вам нужно сделать, это запомнить эту артикуляцию и привыкнуть к ней. И тогда у вас каждый раз будет идеальный TH. Этот звук невозможно сделать неправильно. Если вы делаете все, как я вам сказал, вы сто процентов случаев всегда будете произносить его правильно. Дальше. Это у нас вот этот звук, который я люблю называть челюсть до пола. А это звук в таких словах, как HAPPY или BAT, летучая мышь. MASK. Почему этот звук называют челюсть до пола? Если вы за мной следите уже несколько лет, вы знаете точно, о чем я говорю. Это что-то между звуком А и звуком Э. От звука Э у него как раз-таки вот этот вот характер и небольшая гнусавость. Э, Э, Э. Вы чувствуете, как у вас воздух выходит из носа чуть-чуть. И от А у него, так скажем, вертикальная открытость. То есть это Э. Скажите просто Э. И опускайте челюсть как можно ниже. Э, 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 Э. Вот и все. Вот этот звук. Поэтому это получается не HAPPY, а HAPPY. HAPPY? Это будет у нас не MASK и не MASK, а MASK. MASK. И это у нас будет, конечно же, PASS, а не PASS и не PASS. PASS. Однако, внимание, чтобы практиковать этот звук, вам нужно действительно немножко размяться, промассажировать челюсть, немножко поделать небольшой, так скажем, ротовой акробатики, потому что у вас будет немножко болеть челюсть после этого. Следующий звук это звук R. Конкретно для русскоязычных студентов английского языка. Его проблема заключается в том, что, во-первых, этого звука нет в русском языке, во-вторых, так как в России в основном учат британский английский, в британском английском часто этот звук пропускается. И это окей. Опять-таки, говорить, что только одна версия английского является правильной, а остальное все, простите, шить, это неверно. Естественно, если вы хотите сказать, если вам нравятся британские английские, вы хотите сказать CAR, а не CAR, то ради бога. Я лично считаю, что британский английский звучит намного красивее, чем американский, но я просто люблю американский английский, и я по-другому не могу выражать себя. Но звук R, когда мы его произносим и в британском, и, естественно, всегда в американском, является, в отличие от русского языка или испанского языка, бесконтактным звуком. Язык не касается ничего. Если в русском языке мы крутим их, это называется rolling your R's, мы говорим RRRR, да? В английском языке такого нет. Ваш язык просто висит во рту, и, я вам даже скажу, он может иногда загибаться вверх немножко, совсем чуть-чуть, но он не касается ничего. Если вы говорите CAR, вы почувствуете, как ваш язык немножко загибается. CAR. CAR. Или, например, FIRE. Вы чувствуете, как под конец слова FIRE ваш язык немножко загибается. FIRE. Автоматически ваше тело это делает, чтобы как раз-таки, когда вы хотите, ставите цель себе избежать контакта. CAR... Если вы не будете этого делать, то ваш язык просто упадет и коснется внизу. И не то чтобы это очень плохо, просто будет сложно вам внутри предложения перейти дальше на другие звуки. У нас все в американском, английском делается с таким efficiency, можно сказать. Поэтому стремитесь, чтобы вас не касалось ничего. Если вам сложно делать этот звук, особенно в начале или в конце слова, вы можете слегка делать губы трубочкой. Это иногда помогает ничего не касаться. RIVER. THE EAST RIVER. THE HUDSON RIVER. RED. RED LIGHT. RED LIGHT. ROBOT. YEAH, ROBOT. SHE'S A ROBOT. Просто поиграйтесь, попробуйте, но запомните, ваша задача не касаться абсолютно ничего. Ну и последнее на сегодня это звук W. Звук W тоже, кстати говоря, является бесконтактным звуком. Это значит, что никакого контакта, ничего, ни с чем не происходит. И все, что вам нужно сделать для этого звука, это сделать губы трубочкой и потом в итоге их развести. W. 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 Контакта не происходит, губы не смыкаются. WAY. No way! SWAY! SWAY. Don't try to sway her. А что касается звука W, это у нас буква V. Это две разные буквы, два разных звука. И этот звук контактный, и вы знаете, как его сделать. Верхние зубы касаются нижней губы, выдуваем воздух. В, в, в. Здесь, конечно же, совсем другое дело. Например, у нас есть слово ВОЛНА, которое имеет два этих звука. WAVE. WAVE. One wave. Или, например, слово... HOWEVER. 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 В, в принципе, все. Вот они, опасные звуки, которые могут вас выдавать и иногда выбивать людей из разговора. Носители языка не будут к вам придираться вообще, потому что им абсолютно все равно, но некоторые надоедливые другие люди, которые тоже учат английский, они могут до вас докапываться по этому поводу, хотя сами толком не умеют говорить. И запомните одно, если вы проделываете работу над акцентом или над произношением, вы делаете это только для себя и для кого-то еще. Круто, что мы живем в то время, когда даже без путешествий у нас есть возможность прочувствовать культуры разных стран, смотреть сериалы и фильмы в оригинале и общаться с людьми со всего мира. Конечно, если вы знаете английский. Мы решили сделать для вас супер сеты, нацеленные на крутой, качественный результат. Если вы совсем еще новичок, то в ваш сет будет входить полный трехмесячный курс Challenge с нуля до базового уровня. Курс Challenge от Elementary до Intermediate. И в подарок вы получите третий топовый курс от Intermediate до Advanced. А если вы уже знаете минимальную базу, то в ваш сет будет входить Elementary до Intermediate, Intermediate до Advanced. И в подарок вы получите еще от Advanced до Proficiency или чит-коды произношения. Тут вы уже можете выбрать сами. Ну и, наконец, третий сет включает в себя от Intermediate до Advanced, от Advanced до Proficiency и чит-коды произношения вы получаете в подарок. Это очень крутая возможность по очень крутой цене, ваш шанс достичь уверенного уровня Advanced и чувствовать себя своим в любом уголке мира, ну, или интернета. Эта акция ограничена по времени, поэтому, если вы готовы к серьезному скачку в вашем английском, я буду рад вам помочь на этом пути. Будет очень круто. Ссылка в описании. И сегодня мы с вами поговорим о том, как начать разговор с носителем языка. Или не с носителем языка. Неважно, как начать разговор на английском языке. Если вы готовы, let's get it. First of all, конечно, очень хороший способ начать разговор или беседу, это сделать какой-то комплимент. Но есть определенные правила, как это стоит или не стоит делать. Конкретно в Соединенных Штатах Америки. Это окей, сделать комплимент по поводу какого-то предмета одежды, чьей-то работы или творчества. Но комплименты по поводу, например, какой-то части тела, это лучше избегать. Конечно же, все люди разные. Существуют люди, которые скажут, вау, спасибо. Чаще всего люди скажут, чё, не твое дело, отвали. Просто используйте ваш common sense. Тело и все такое, лучше от этого отстраняться, но какие-то успехи, заслуги, ради бога, как можно больше. Больше, лучше. Например, I heard you opened a new office. That's so awesome, congratulations. Прекрасно, в безопасной такой нейтральной территории. Ничего такого controversial вы не говорите, и это прекрасно. Обычно комплимент в английском языке состоит из двух частей. Если вы пропустите одну из этих двух частей, комплимент будет неполным, и, возможно, будет неловкое молчание. То есть, недостаточно просто дать какое-то общее наблюдение. I love your earrings. Это неловкая ситуация, потому что человек с этими сережками скажет, thank you. И особо больше нечего сказать. И как бы этот человек, по идее, мог бы ответить, типа, oh, thank you, I got them recently, и попытаться продолжить разговор. Но если этот человек этого не сделает, то вина в этом разговоре пойдет на вас. Ну, никто не будет там говорить, плохой разговор, что ты делаешь, нет. Но у этого человека в голове сразу отложится, окей, этот человек не умеет вести разговор, хотя, ну, этот человек тоже мог бы продолжить его. Поэтому вы хотите всегда две части. Это общее наблюдение, и потом что-то более конкретное. Или задать вопрос, чтобы узнать какую-то информацию, связанную с этим общим наблюдением. Например, I love your earrings. They go very well with the color of your eyes. Прекрасно. Или I like your jacket. Where'd you get it? Итак, давайте разберем с вами несколько шаблонов, хороших, безопасных и отличных комплиментов, чтобы начать разговор. Во-первых, конструкция you look и позитивная прилагательная. You look stunning today. И потом вы добавляете какую-то другую часть. Например, This dress is gorgeous. You look stunning today. This dress is gorgeous. Прекрасно. You look stunning. Вторая конструкция I like и существительная. I like your bag. I like your purse. I like your shoes. Where did you get them? Прекрасно. I really like your shoes. Really? Номер три. That's Вы можете добавить such, если хотите, потом прилагательное, потом существительное. Например, That's a cute dog. Is it a boy or a girl? Прекрасно. Cute dog. Следующая конструкция what прилагательное, существительное. What a great friend you are. I don't know where I'd be without you. What a great friend you are, Squidward. Следующее. You have прилагательное, существительное. Например, You have amazing taste. You have amazing taste. These shoes look great on you. You have exquisite taste. Следующее. You did. Можно добавить really. До did. И потом прилагательное, существительное. You did an amazing job repairing your house. The new kitchen looks marvelous. You did an amazing job. Следующая конструкция. Good at. That and then Что-то. Да, Это может быть Герундий. Существительное путем образования глагол плюс ING. Например, Вы приходите к другу в гости, вам приносят домашний пирог. Вы говорите, Вау, You're so good at baking. Can I get the recipe? How are you so good at this? Следующее. Существительное, то есть что-то. Looks прилагательное on you. Когда вы сделаете комплимент по поводу какого-то предмета одежды. Например, That dress looks great on you. I need to get me the same one. Ну, не мне, в смысле, а это символический пример. Хотя, если бы я захотел, я бы и в платье выглядел бы хорошо. Все же зависит от внутреннего состояния. Если я неловко себя чувствую, я так и буду выглядеть. О чем вообще это видео было? А, да, последнее. Прилагательное существительное. Очень просто. Great presentation. You nailed it. Great video. It was so useful. Например. Ну, вот и все. Поэтому теперь практикуйтесь говорить друг другу комплименты на английском языке. От комплиментов еще никто не умер. И мир не разрушился. От комплиментов поэтому я считаю это очень важный не только скилл английского языка, но и коммуникативный скилл в целом. Сейчас у нас действует крутая акция. Какая акция, вы спросите? Сейчас я вам расскажу. Записывайтесь на два курса, получаете один в подарок. Доступ вам дается на целый год. И вы ваш английский просто не узнаете после этого. Например, вот если вы совсем-совсем новичок, то в ваш сет будет входить полный курс челлендж от нуля до базового уровня. курс челлендж от elementary до intermediate и в подарок вы получите еще третий топовый курс от intermediate до advanced. Если вы уже знаете например минимальную базу, то не переживайте, ваш сет будет входить от elementary до intermediate от intermediate до advanced и в подарок вы получите либо от advanced до proficiency либо мой курс чит-коды произношения. Здесь вы можете выбрать сами. Ну и наконец-то третий сет, третий уровень включает в себя от intermediate до advanced advanced to proficiency и чит-коды произношения вы получаете в подарок. Поторопитесь, осталось всего несколько дней до того, как этот offer испарится. Ссылка в описании под этим видео. И сегодня мы с вами научимся быть вежливыми в английском языке. Поэтому сегодня мы с вами выучим несколько вежливых фраз, если вы готовы быть вежливыми. Поехали. Would it be ok if... Would it be ok if... Это вы как бы спрашиваете разрешение, то есть будет ли ok, если я сделаю то или это. Would it be ok if I went home early today? Не забывайте, что это conditional, поэтому if I went. Would it be ok if I called a birthday gift? Следующее. Could you please? Это мы всегда о чем-то просим таким образом, когда мы хотим быть прям супер вежливыми. Could you please help me? не могли бы вы мне помочь? Could you please help me? Could you please help me? Номер три. Would you mind? Would you mind? Например, Would you mind helping me? То есть не против ли ты помочь мне? можно перевести наверно так. Would you mind helping me? Would you mind lending me a hand? Would you mind? Звучит, когда я говорю Vegemite, как в Австралии. No. Would you mind looking over these documents for me? Oh, would you mind taking our picture? Do you mind? Do you mind? Это то же самое, что и would you mind, только у would you mind есть такой гипотетический характер, из-за слова would, естественно. Do you mind? Он больше такой matter of fact, то есть ты не против, если что-то произойдет. Do you mind if I park here? Ты не против, если я здесь припаркуюсь? Я уже стою в этом, кстати говоря, месте. Я просто спрашиваю. Do you mind if I move on to the next one? Do you mind if I stop for a second? I was wondering if I was wondering if это очень такой вежливый прикольный прием, когда мы не спрашиваем что-то прям напрямую, а ну, ходим вокруг да около. И в английском языке это всегда вежливость. То есть не can you help me, а I was wondering if you had time today to help me with this project. Например, да, я просто хотел поинтересоваться, если у тебя есть время сегодня помочь мне с моим проектом. Видите, чем больше вы будете закручивать этот прямой вопрос поможешь ли ты мне помочь, тем вежливее с лексической точки зрения и, ну, и с культурной точки зрения тоже это будет звучать. Следующее excuse me excuse me это самый лучший способ привлечь внимание какого-то человека. теперь смотрите, дальше уже интересное региональное разделение. На юге США вы можете добавить еще excuse me sir excuse me ma'am excuse me ma'am например на севере США ma'am немножко оскорбительно потому что ma'am это как будто женщина как будто старая не называть меня женщина называть меня девушка miss например, да в общем это очень сложная такая фигня никогда не знаешь где что будет нормально где что будет оскорбительно поэтому лучше избавиться полностью от sir ma'am miss и просто говорить excuse me номер 7 я хочу но вместо I want I would like тоже самое но звучит просто чуть возвышеннее и вежливее I want some coffee неплохо I would like some coffee ммм вау какой вы вежливый I would like you to be my guest at a ceremony that will make this special station operational следующее когда кто-то с вами делится хорошими новостями мы обычно говорим что вау good for you great и всякое такое но у нас есть еще один ответ который ну прям очень вежливый и очень знаете даже не то чтобы вежливо очень приятный и эмоциональный если вы это скажете с правильной подачей то есть я с вами делюсь хорошими новостями и вы мне говорите that's wonderful и это и звучит очень искренне и очень приятно и очень классно that is wonderful news дальше когда вам кто-то помогает и вы хотите сказать спасибо я тебя очень ценю вы можете сказать thank you I really appreciate you но вы еще можете добавить ты мне очень помог that was so helpful да то есть спасибо thank you that was so helpful как бы подчеркнуть этот факт что то что этот человек для вас сделал действительно очень помогло that was so helpful дальше когда вы кушаете что-то вкусное мы обычно ну в целом как американцы мы не очень эмоционально говорим this is so good this is great да но есть прикольное слово про которое мы всегда забываем и это delicious wow so delicious звучит намного лучше и приятнее особенно когда человек который это приготовил рядом с вами ждет вашей реакции wow so delicious просите кому-то что-то кого-то вы просите кого-то что-то вам передать например подай мне пожалуйста соль и вместо give me the salt вы можете сказать could you please pass me the salt сразу какой-то знаете президентский ужин что-то что-то вроде could you please pass me the salt ну если это будет обычный контекст вы можете просто сказать pass me the salt но если вы хотите быть экстра вежливым добавляете вот это вот вначале could you please pass me the salt could you please pass me the bread следующее вместо того чтобы просто сказать нет и чему-то отказать вместо просто no вы можете сказать I'm afraid I can't да я боюсь что не смогу например помоги мне можешь мне помочь no можешь мне помочь I'm afraid I can't ладно окей спасибо I'm afraid I can't help следующее например 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 когда вы хотите кого-то попросить прекратить что-то делать например вот мы сидим кушаем и рядом я рядом с вами сижу и чавкаю и вместо того что мне говорить stop that вы можете сказать hey would you mind sorry Redmond would you mind not smoking for a while следующее это мы уже фразу конечно с вами эксплорили эксплорили заэксплорили 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 во мы эту фразу с вами заэксплорили уже но она немножко в другом применении excuse me вы еще можете использовать чтобы кто-то подвинулся вам нужно пройти но кто-то стоит на вашем пути вас не видит вы можете сказать excuse me я не посмотрю я отодвинутся и вы пройдете и все excuse me вместо того чтобы move excuse me excuse me excuse me номер 15 в русском языке это будет что-то типа как насчет того чтобы но в английском это проще what if например как насчет того чтобы мы пошли куда-то покушать сейчас what if we went out to eat right now what if we went out to dinner one night what do you think номер 16 когда вы хотите чтобы кто-то что-то повторил потому что вы не поняли с первого раза вместо того что вы говорите what вы можете сказать pardon me и все pardon me номер 17 простите за беспокойство sorry to bother you вы можете так начать вообще любой interaction с кем угодно простите за беспокойство где вы купили эти джинсы I'm so sorry to bother you where did you get these jeans sorry to bother you but I have a question about the coffee номер 18 тоже вежливо отказать ты можешь мне помочь я бы с удовольствием но бла-бла-бла-бла I would love to but I can't и ваш ваш экскюз дальше I would love to but I can't следующее что-то происходит слишком быстро и вы хотите сказать wait подожди wait 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 вместо того что говорить wait вы можете сказать could you please hold не могли бы вы притормозить could you please hold когда вы хотите задать кому-то какой-то вопрос очень прикольно добавить вначале by any chance то есть это знаете что-то вроде вы случайно не знаете где станция метро например by any chance do you know where the train station is вы можете еще добавлять и добавлять вежливости by any chance would you happen to know where the train station is это идеально ну и последнее это когда разговор затянулся и вам надо уже бежать и вы не хотите как бы быть невежливым но разговор пора прекращать и бежать срочно поэтому вы можете прервать этого человека остановить этот рассказ и сказать I'm so sorry I would love to hear more but I really gotta go и все yeah I would love to hear more but I'm gonna have to call you back специально перед летом при покупке курса по вашему уровню от elementary до intermediate или от intermediate до advanced со всеми уроками где простым языком все объясняется с домашками с тестами другими разными приятными вещами которые вы получаете еще в добавок ох не могу в это поверить вы еще получаете сверху к этому всему трехмесячный доступ к нашему speaking club очень прикольный формат сначала вы созваниваете с большой группой и потом вас разбивают на маленькие группы очень удобно у вас достаточно времени для того, что действительно каждый высказал свою точку зрения вы друг друга что-то поспрашивали то есть возможностей миллион у нас было двое в группе у меня была девушка из Эквадора тоже очень прикольно что вы слышите разные акценты и можете познакомиться с людьми из разных стран и обменяться каким-то опытом вообще просто интересно общаться и еще пособие в зависимости от уровня если вы записываетесь от beginner до elementary вы получаете плюс 300 английских слов выражений плюс 3 месяца speaking club если вы записываетесь на от elementary до intermediate то вы получаете английский как стиль жизни плюс 3 месяца speaking club если вы записываетесь на от intermediate до advanced то вы получаете 3000 слов для intermediate плюс 3 месяца speaking club а если вы записываетесь на от advanced до proficiency то боже мой вы получаете продвинутая грамматика простым языком пособие плюс 3 месяца speaking club я уже представляю какой скачок у вас будет в английском языке за лето и в этом видео мы с вами разберем 50 полезных фраз для повседневной жизни если вы живете жизнью учите английский и хотите использовать этот английский в жизни в которой вы живете это видео для вас но если вы не живете жизнью и не учите английский то можете отключать что я говорю поехали номер один to get old to get old значит постареть в прямом смысле I'm getting old в переносном смысле мы также можем говорить что что-то устарело тоже и это может быть не только какие-то тренды или что-то или мода еще что-то что вам уже надоело вы тоже можете сказать что например it got old или it's getting old в зависимости от того какое время вы хотите использовать your lack of attention is getting old мне уже надоело что ты не обращаешь на меня внимания your lack of attention is getting old this really isn't getting old номер два to take advantage to take advantage это значит воспользоваться чем-то ну больше как воспользоваться возможностью или воспользоваться моментом you need to take advantage of this opportunity тебе нужно воспользоваться этой возможностью по полной take advantage of this opportunity you have to take advantage of the turnovers номер три ask if или ask whether спросить сейчас в контексте объясню can you ask him if he is available можешь спросить свободен ли он да спросить ли или например can you ask him whether he is available or not да можешь ли его спросить свободен он или нет ask him if he remembers Jim номер четыре to break a promise это значит не сдержать обещание and you just don't break a promise еще мы можем говорить to keep a promise что будет наоборот to keep a promise сдержать обещание номер пять to get a chance это иметь возможность что-то сделать could you please help me out when you get a chance не мог ли бы ты помочь мне как представится возможность get a chance check your email как представится возможность проверь свой email when you get a chance call me back номер шесть do research do research я думаю вы все знаете это проводить исследование do research очень серьезная серьезная фраза но мы используем ее в повседневной жизни еще и не серьезно это возможно специально с таким более комедийным юморным тоном когда мы хотим что-то показать более серьезным и из-за этого преувеличения получается шутка вы мне задали вопросы я не знаю ответа и я говорю мне нужно загуглить я могу сказать I need to look this up или я могу сказать I need to do some research это не прям шутка ха-ха-ха супер смешно выходи на сцену нет это просто имеет более такой юморной тон из-за того что мы преувеличиваем тем насколько эта фраза серьезная do research номер семь take a break взять перерыв I'm so tired I need to take a break я так устал мне нужно взять перерыв или мне нужно отдохнуть take a break если вы смотрели сериал друзья то вы знаете что Росс и Рэйчел они тоже took a break we were on a break но в этом контексте это уже типа перерыв в отношениях номер восемь to come up with come up with это придумать что-то выдумать что-то но не в плане выдумать какую-то ложь это просто придумать или изобрести но не как изобретение а в вашей голове сейчас объясню you like this idea I came up with that тебе нравится эта идея она моя это я придумал I came up with that I came up with that хотя я подумал и врать тоже так можно про вранье можно так говорить there are so many lies you came up with столько придумал всяких ложных историй или лжи so many lies you came up with номер 9 to get fired to get fired быть уволенным my friend got fired from his job for setting the place on fire моего друга уволили из-за того что он поджег место в котором он работал Ryan started the fire it was always burning since the world returning игра слов get fired set on fire I got fired today номер 10 to make a mess to make a mess это значит насорить намусорить в буквальном или в переносном смысле my dog made a mess моя собака намусорила навела беспорядок игрушки везде валяются игрушка порванная везде беспорядок my dog made a mess we really made a mess of things или в переносном смысле например вы в отношениях и вы поругались и вы что-то сказали плохое из-за чего у вас отношения ну немножко rocky и можно сказать I made a mess call excuse me I need to get this hey what's up what's up what's up what's up номер 12 say no more больше ничего не говори это можно конечно использовать так что типа я больше не хочу ничего от тебя слышать ничего мне не говори say no more say no more но еще типа типа но еще как бы как бы но еще что-то вроде что-то вроде но еще это может значить я понимаю тебя с полуслова тебе не надо даже заканчивать твое высказывание я все понял say no more say no more еще мы говорим say less это то же самое could you please help me out say no more даже не договаривай конечно я тебе помогу не важно что это такое say no more или say less все я это сделаю номер 13 to have a drink to have a drink ну в буквальном смысле можно сказать просто что-то выпить что-то не важно что это to have a drink чаще всего в повседневной жизни мы используем это с какими-то алкогольными напитками и тут по контексту и по ситуации будет понятно если мы с вами сидим и я говорю hey let's have a drink ну скорее всего я приглашаю вас выпить какие-то алкогольные напитки хотя зависит от ситуации но в общем вы знаете что можно и с чем угодно и с алкоголем в зависимости от ситуации и контекста let's have a drink номер 14 do the cooking чем это отличается от просто cook ну в принципе ничем с грамматической точки зрения с точки зрения тона и подтекста конечно do the cooking звучит более как бы регулярно то есть это у нас такая рутина у нас такие правила то есть видите тут больше есть рутинного такого подтекста то есть это происходит постоянно такие правила так всегда есть я должен probably do the cooking номер 15 come close подойти близко но не просто в буквальном смысле вы и так знаете hey come closer да подойди ближе come closer нет тут я говорю в треносном смысле а мы в русском языке говорим что-то рядом даже не стоит с чем-то еще вот но здесь у нас в английском языке это не стоит а подходит то есть не сравниться можно сказать рядом даже не стоит doesn't come close to what you are make an appearance make an appearance это то же самое что и come куда-то прийти make an appearance просто имеет тон я не хочу здесь быть я не хочу сюда приходить но я как бы появлюсь я появлюсь потому что это будет вежливо I really don't want to go to this party but I'll make an appearance I promise I'll make an appearance make arrangements make arrangements значит организовать что-то и согласовать все чтобы что-то ну хорошо прошло например если мы с Тикей допустим едем в Лас-Вегас на три дня допустим в июле как будто я выдумал это на самом деле так будет we need to make arrangements to get a dog sitter нам нужно организовать и спланировать няню для собак I'll make the arrangements номер восемнадцать to buy some time to buy some time это то же самое что и в русском языке выиграть время но в английском языке мы не выигрываем время мы покупаем buy some time допустим у меня день рождения и вы мне устраиваете вечеринку сюрприз да surprise party и я вот уже иду и уже захожу но у вас еще ничего не готово и вы отправляете кого-то меня отвлекать чтобы buy some time can you go talk to him we need to buy some time right now I need to buy some time номер девятнадцать get ready for to get ready for имеет два значения первое это ну собраться нарядиться куда-то I need to get ready for this party it's in two hours например да мне нужно собраться на эту вечеринку потому что она уже через два часа I'm all ready for the party либо можно мысленно собраться с силами get ready for this new project или get ready for the new semester подготовься get ready for work номер двадцать to make up your mind to make up your mind это значит выбрать что-то сделать выбор или принять решение I like them both I can't make up my mind мне нравятся оба я не могу выбрать не могу принять решение make up my mind it's like you can't make up your mind номер двадцать один to make a mistake совершить ошибку и я хочу обратить ваше внимание на то, что глагол make не do а make to make a mistake oh no I think I made a mistake I think I made a mistake следующее to get a ticket именно в такой формулировке to get a ticket это значит получить штраф а не получить билет бывают контексты когда вы получаете какой-то билет а не покупаете или бронируете но to get a ticket чаще всего будет получить штраф I was speeding and I got a ticket я превышал скорость и получил штраф why not I'll get a ticket следующее to make a difference to make a difference это вот мне всегда очень сложно найти альтернативу в русском языке я всегда заменяю это просто на make a difference типа создавать разницу the project is dead whatever you do now won't make a difference проект все умер все его не восстановить что бы ты сейчас ни сделал это не поможет типа it won't make a difference мне сложно переводить эту фразу в контексте I want to live my life and make a difference in the world я хочу прожить свою жизнь таким образом что я оставлю свой след что-то поменяю в этом мире что-то вроде такого we can make a difference номер 24 to have a look to have a look это ну быстренько глянуть посмотреть can I have a look can I please have a look at the lyrics номер 25 to catch a cold to catch a cold это значит заболеть простудой и вот вам очень короткая скороговорка I caught a cold I caught a cold if I ever catch a cold номер 26 to make an exception to make an exception это значит сделать исключение I usually don't do this but for you I'll make an exception я обычно такого не делаю но для тебя я сделаю исключение well can't you make an exception номер 27 to get permission получить разрешение you need to get permission in order to film here вам нужно получить разрешение чтобы снимать здесь что-то или can I get your permission to leave right now могу ли я получить от тебя разрешение уйти сейчас must first get permission номер 28 do your best do your best это отличная фраза она описывает прикладывание всех возможных усилий и всех ресурсов чтобы что-то сделать или осуществить all you can do is do your best все что ты можешь сделать это делать все возможное что-то вроде такого делать все возможное do your best номер 29 to make food или to make breakfast make lunch или make dinner это приготовить вы можете сказать cook но не совсем можно использовать слово cook cook chicken прекрасно но если это допустим сэндвич то это будет make если вы говорите breakfast, lunch, dinner вы можете спокойно использовать слово make и даже не пальцы I'll make you dinner номер 30 ask about ask about это о чем-то спросить can I ask you about this? могу ли я тебя спросить об этом? can I ask something about your game? номер 31 to have patience иметь терпение please have patience I will get back to you soon пожалуйста проявите или имейте терпение я вам отвечу очень скоро just have a little patience patience? номер 32 to get a degree to get a degree это значит отучиться на какую-то степень это может быть bachelor's degree это может быть master's degree это может быть phd или до этого это еще может быть associate's degree to get a degree отучиться и получить степень I got a degree in performing arts я получил степень в исполнительных искусствах she's got a degree in early childhood education номер 33 to go on a date to go on a date значит пойти на свидание let's go on a date пойдем на свидание go on a date with me номер 34 to take a photo to take a photo это значит сделать фотографию смотрите какие вы красивые can you take a photo of me? очень популярно кстати говоря если вы допустим в каком-то месте путешествуете с кем-то или в одиночку и вы хотите фотографию там на фоне чего-то то вы подходите к прохожему и говорите excuse me could I ask you to take a photo of me или us there you can take your photo now номер 35 to break the bank to break the bank это значит то что вы покупаете оно такое дорогое что оно оставит значительный след на на ваших средствах на оставшихся средствах I need to find a new camera that doesn't break the bank мне нужно найти камеру которая не высосет все мои двигаемся дальше номер 36 do a good job ну и вы можете конечно good заменить любым другим прилагателем do a great job do an amazing job do a horrible job и это каким-то образом с чем-то справиться вы мой студент на моем марафоне вы мне в наш личный индивидуальный чат отправили ваше произношение и оно у вас отлично я скажу you did a great job вы проделали отличную работу you did a great job you did a great job, dad следующее to get the impression to get the impression это в какой-то ситуации когда вам показалось что кто-то является каким-то человеком какое-то у вас впечатление оставило на вас какая-то ситуация мы с вами только что познакомились только что я могу сказать I get the impression that you're a very smart person да, вот такое впечатление у меня что ты очень умный человек please don't get the wrong impression have no fear have no fear как сама такая установленная фраза это может быть не бойся не бойтесь или не бойся have no fear I'll help you да, не бойся я тебе помогу have no fear то есть have no fear это то же самое что и don't be afraid или don't be scared но это звучит более так триумфально как-то have no fear как у супергероя какой-то have no fear to have a chat to have a chat это просто поболтать то есть это не поговорить целенаправленно о чем-то серьезном нет это просто поболтать ни о чем have a chat но вы можете серьезно о чем-то поговорить и использовать have a chat и почему такое происходит to have a chat имеет такой более несерьезный тон поэтому когда вас ожидает какой-то серьезный разговор и вы хотите чуть смягчить этот запрос типа let's go have a chat но в последнее время это уже ничего не смягчает уже все знают про этот прием let's have a little chat номер 40 to make a cup of tea заварить чашечку чая мы говорим make can I make you a cup of tea номер 41 to make fun of someone это над кем-то смеяться или издеваться stop making fun of me хватит над мной издеваться или над мной смеяться stop making fun of me stop making fun of me Virginia номер 42 to take notes to take notes это значит записывать конспект в школе или еще где-то я вам что-то говорю я скажу take notes записывайте номер 43 to have a bite to have a bite это не покушать а знаете так слегка покушать опять-таки это язык это живой организм и вы можете преуменьшить вашу нужду в еде и сказать я'll have a bite ну и вы начинаете дословный перевод это укусить один раз to have a bite ну то есть вы понимаете вы человек вы пользуетесь уже каким-то другим языком в любом случае вы понимаете как вот эти вот преувеличения преуменьшения работают но и в прямом смысле to have a bite может значит укусить что-то не кого-то а что-то еду если кого-то то это будет просто bite если вы учите английский убедитесь что вам весело хотя бы и вы можете еще попрощаться так с кем-то типа веселись если это применимо контексту и еще вы можете это сказать сарказмом когда вы знаете что я иду куда-то где меня будет сейчас скучно вы можете сказать have fun и я посмеюсь но мне будет обидно great have fun you have fun номер 45 pay attention это значит обращать внимание pay attention pay attention to me обрати внимание на меня то есть мы как бы платим вниманием pay attention внимание это очень очень серьезная и важная валюта все правильно pay attention pay attention to me I'm inconsolable номер 46 to take a test у многих людей проблемы с этим потому что люди говорят сдать тест даже до того как они его сдали в английском языке сдать тест это значит сдать его удовлетворительно to pass a test но если просто сдавать тест то есть у вас тест вам нужно его написать то это будет to take a test we're going to take a test номер 47 to hang out to hang out with someone это просто проводить время с кем-то просто проводить время не обязательно что-то полезное или продуктивное делать это вот вы знаете просто вы с друзьями неважно что вы делаете главное что вы вместе I'm hanging out with my friends я провожу время со своими друзьями yeah but I'm hanging out with my friends номер 48 to catch someone's eye to catch someone's eye это вы подловили чей-то взгляд или что-то подловило ваш взгляд this new car really caught my eye то есть одна машина выглядит привлекательно в моих глазах applied sciences caught my eye номер 49 to make trouble make trouble это ну создавать проблемы кому-то плохо себя вести если в контексте детей например или собак all you do is make trouble все что ты делаешь это создаешь проблемы или там много плохо себя ведешь в этом контексте do not make any trouble и последний номер 50 я вам дам два в одном to get cold или to get hot это когда он становится холодно или жарко get cold get hot вы можете показать это во времени present progressive чтобы показать ну переходный период I'm getting cold мне становится холодно то есть мне еще не холодно но постепенно я чувствую что становится холодно или I'm getting I'm getting hot или лето на дворе просто жара все вы можете сказать it's getting hotter outside а когда лето закончится вы можете сказать it's getting colder outside the wind is stronger it's getting colder ну и вот и все дорогие друзья 50 как минимум 50 важных нужных и полезных фраз для повседневной жизни на английском языке сейчас у нас действует крутая акция покупаешь два курса получаешь один курс в подарок доступ дается на год и через год вы свой английский ну совсем не узнаете какие есть варианты сетов смотрите если вы совсем новичок в ваш сет будет входить трехмесячный полный курс с нуля до базового уровня курс челлендж от elementary до intermediate и в подарок вы еще получите третий топовый курс от intermediate до advanced если вы уже знаете минимальную базу то тогда вот так вот ваш сет входит от elementary до intermediate intermediate до advanced и в подарок вы можете получить либо от advanced до proficiency либо чит коды произношения тут вы можете выбрать сами ну и наконец-то третий сет включает в себя от intermediate до advanced advanced до proficiency и чит коды произношения вы получаете в подарок поэтому пользуйтесь этим делом пока он еще существует ссылка на это все дело в описании и в этом видео мы поговорим о фразах которые возможно будут бесить американцев мы здесь учим английский язык и нам важно не только учить английский язык но еще учить культуру этого языка и как на нем говорят поэтому в этом видео мы как раз таки об этом и поговорим и первая фраза это get over it get over it I'm not like most guys или I'm not like most girls I'm not like most girls что это значит что это значит как бы я сейчас вас расстрою но многие парни и многие девушки просто таки это и говорят то есть это наоборот не рассказывай мне а покажи мне следующее I am who I am and if you don't like it it's your problem not mine или что-то типа такого I am who I am if you don't like it F you I am who I am в каких-то случаях это применимо это нормально например я бы хотел чтобы я был выше ростом но я уже не вырасту поэтому I am who I am окей да но если я грубый и я злой и я всех постоянно обижаю и вообще я отвратительно общаюсь с людьми и всегда их оскорбляю обижаю унижаю I am who I am and if you don't like it it's your problem not mine не совсем не совсем не используйте эту фразу как отговорку чтобы не работать над собой как человеку it is who you are но тебе не стоит быть таким следующее everything happens for a reason и я конечно с этим согласен но эта фраза относится к категории время и место а для этой фразы есть свое время и место и чаще всего эта фраза употребляется в неправильном времени и месте everything happens for a reason если у кого-то случилась ужасная просто трагедия невероятных размеров и это просто очень ужасно everything happens for a reason наверное не самое не самое лучшее высказывание какие причины какие причины у меня сейчас такая например трагедия какие могут быть причины everything happens for a reason я не хочу сейчас это слышать я не хочу это послышать вообще sticks and stones полное высказывание звучит таким образом sticks and stones may break my bones but words will never hurt me sticks and stones may break my bones ну словами тоже больно бывает иногда мне кажется когда я это слышу если вы это говорите вы врете ну типа come on зачем вам вообще это говорить если вы кому вы кого пытаетесь убедить меня или себя ну я знаю что это вранье если я это слышу это вранье 100% словами тоже бывает больно следующее очень-очень annoying am I the only one все остановись сразу здесь не надо am I the only one who thinks this way am I the only one who likes this am I the only one who doesn't like this нет am I the only one who gets it я тебе скажу сразу нет ответ нет перестань не надо это прям ну вы не единственный кто так думает или кто так считает или кто так делает и говоря вот это вот высказывание ты ставишь меня в неловкое положение потому что что мне тебе соврать и согласиться с тобой оу я I think so нет или мне быть грубым и сказать no ну то есть собеседник в неоком положении и все что я могу сделать это промолчать и улыбнуться и прокивать и все следующее это просто топ calm down успокойся calm down calm down не было ни одного исторического события в котором эта фраза выполнила как раз ту функцию для которой она предназначается если бы я мог я был бы calm во-первых во-вторых до того как ты это сказал я был calm и сейчас я готов оторвать тебе голову calm down не работает это очень конечно иронично что фраза не работает для ее предназначения но так и есть calm down никогда еще никого не успокаивал честно что-то у вас случилось плохое я вам говорю да could have been worse could have been better too в смысле could have been worse это просто не то что мне нужно сейчас услышать could have been worse просто could have been worse вы как будто бы преуменьшаете чьи-то проблемы даже если в вашем жизненном опыте вы проходили через проблемы серьезнее это неважно потому что проблема для человека она всегда актуальна и всегда значимая и всегда серьезная неважно какая она какой маленькой она не казалась для вас хоть возможно иногда это будет правда но это не то что люди хотят услышать в таких ситуациях просто слушайте просто слушайте и будьте a good listener ну и последнее на сегодня spit it out я пытаюсь вам сказать что-то серьезное что-то очень ну я очень эмоциональный я просто все свои чувства пытаюсь выложить вам вот-вот вот так вот и ну естественно это нелегко сформулировать я сомневаюсь я заикаюсь язык заплетается мне сложно это сказать и вы говорите come on spit it out spit it out я тут все сердце хочу тебя выложить ты не говоришь spit it out типа выкладывай давай быстрее в смысле быстрее тоже не очень хорошо spit it out не не просто be patient and wait for me to say и все если я уже spit it out я больше ничего не хочу говорить я просто не могу я пойду поэтому вот дорогие друзья мы учим с вами английский язык и очень важно еще учить культуру в которой этот язык существует и используется и таким образом мы можем это с вами делать я очень рад что я могу с точки зрения американского менталитета вам рассказывать про эти вещи потому что все-таки я переехал сюда ребенком и до взрослого человека я вырос уже здесь поэтому я знаю все эти нюансы и разные штуки и разные вещи я окружен носителями языка и американцами каждый день на сто процентов спасибо вам большое за просмотр этого видео увидимся в следующем видео до свидания